Всем привет! Меня зовут Людмила. И сегодня я хочу вам показать, поделиться с вами простым способом, как сделать лекала вашего размера. Эти лекала будут основой, и в дальнейшем мы с помощью них будем создавать одежду. Лекала я поделю на два видео. Первое видео у нас будет о лекалах верхней части. А во втором видео мы разберем лекала нижней части. Итак, для этого нам понадобится калька. Если у вас нет кальки, можно взять газету, обои, которые у вас завалялись на балконе, ненужные. Либо можно взять обычный светлый пакет. У нас это калька, ножницы, карандаш, либо, если это газета и пакет, то маркер или фломастер, чтобы... Либо ручку можно, но на газете, я думаю, не видно будет, поэтому возьмите маркер. Сантиметровая лента. Линейка. У меня есть вот такая вот футболочка. Она слегка приталенная. И вот такая обычная футболка. Идеально будет, если она у вас будет приталена, но если она свободная, ничего страшного, мы можем подправить это потом на лекалах по обхвату вашей кальки. И приступим к работе. Раскрываем кальку. Совмещаем боковые шивые, плечевые шивые и закалываем их. Заправляем один рукав на другой, чтобы нам не мешался. И складываем поплав. Укладываем футболку к краю кальки. Обратите внимание, что футболочка лежит полочкой к вам. Вверх. И начинаем обводить футболку. Чтобы обвести горловину, уберите вниз под футболку часть спинки, которая мешает. Обводим всю футболку, кроме проймы, где рукав находится. Отмечаем все шивые. Для того, чтобы нам отметить пройму, нарисовать, мы переворачиваем футболку. Потому что нам нужна пройма полочки, а не спинки. Отмечаем футболку с линиями, которые мы уже нарисовали до этого. И отмечаем пройму. Не обращайте внимания на то, что там уже нарисовано много линий. Это я просто немного ошиблась, поэтому исправляюсь. Соединяем все отметки. Можно это делать в линии, чтобы полагдон и ровнее. Все ненужные линии сразу перечеркиваться, чтобы потом не растеряться. И по всему краю футболки добавляем по одному сантиметру на шов. Напишем, что это полочка, чтобы мы потом не потеряли деталь. И обязательно отметим вгиб, чтобы не забыть, что полочка у нас цельная деталь. В низ футболки мы добавляем длину в 2 сантиметра на подгиб. И в принципе мы можем сделать прямую линию и начать отмечать спинку. Также укладываем пополам в краю отмеченной линии и начинаем обводить. Все так же, как на полочке. Обводим все швы. Также переворачиваем футболку спинкой вниз, ведь нам же нужна пройва спинки. И отмечаем пройву. Соединяем все линии, которые мы набители. И добавляем по всем краям футболки по одному сантиметру на шов. И низ футболки 2 сантиметра на подгиб. И все, наш полочек со спинкой готов. Все это вырезаем. Кладем полочку на спинку и проверяем. Если где-то ширина плеча больше или меньше, нужно будет осноровить все, длину проверить. И приступаем к лекалам рукава. Смечаем ширину рукава. Это у нас 18. Плюс добавляем 1 сантиметр на шов. Итого 19. От края кальки измеряем 19 сантиметров. Ставим отметочку. От этой отметочки измеряем еще раз 19 сантиметров. Ставим еще одну отметочку. Теперь измеряем высоту рукава. Это у нас 20 сантиметров. Плюс добавляем 3 сантиметра на швы. Итого 23 сантиметра высотой рукава. И на нашей кальке отмечаем 23 сантиметра высоту. Где 1 сантиметр наверху рукава нашел, а 2 сантиметра на подгиб внизу рукава. В итоге у нас должны получиться 3 вертикальные линии. Прикладываем к центральной линии рукава спинкой вниз. Оставляя 1 сантиметр сверху. И отмечаем окат рукава со стороны спинки. Конечно же пишем, что это сторона спинки, чтобы потом не забыть и не запутаться. Переворачиваем футболку, чтобы отметить окат рукава со стороны полочки. Окат готов. Теперь нам нужно измерить внутреннюю длину рукава. Это 10 сантиметров. Плюс 3 сантиметра на швы и подгиб. Отмечаем на крайних вертикальных линиях 13 сантиметров. Это 1 сантиметр сверху и 2 сантиметра снизу рукава на подгиб. Для удобства мы вырежем наш рукав, отходя от крайних линий примерно на 2 сантиметра. По центральной линии складываем пополам наш рукав, так, чтобы это было четко по центральной линии. И теперь по нашим отметкам прорисовываем наш окат. Также не забываем про 1 сантиметр, который мы добавляли на шов. Его тоже прорисуем. Измерим ширину низа рукава. Это у нас 16 сантиметров плюс 1 сантиметр на шов. От середины рукава по горизонтали отмечаем 17 сантиметров и соединяем ее с верхней боковой точкой рукава. Теперь низ рукава подгибаем на 1 сантиметр и еще на 1 сантиметр. Отмечаем четкую боковую линию и вырезаем ее. Делаем рассечки и вырезаем окат. Теперь на окате полочки делаем небольшое углубление в середине оката. Где-то примерно 1 сантиметр. И отрезаем. Делаем рассечку со стороны полочки, чтобы просто знать, что это сторона полочки. И, конечно же, подписываем, что это рукав женской футболки и нам нужно таких деталей 2 штуки. И вуаля! Наш рукав готов. И у нас остается только планка. Складываем футболку пополам, плечевые швы совмещаем и закалываем. Измеряем длину планки. Это у нас 24 сантиметра. А это значит, что нам нужна планка длиной 48 сантиметров, что мы сейчас и рисуем. 48 сантиметров. Отмечаем. Теперь нам нужна ширина планки. Это у нас 2 сантиметра. 2 плюс 2 – 4. И 1 сантиметр на шов. Это получается 5 сантиметров шириной. 3иметрей Соединяем другие размерки. И вырезаем. 4 сантиметра Катф Libim Инормальный Отмечаем середину, по краям пишем, что это боковое шов, боковой это значит плечевое. Совмещаем с плечевым швом, повторяем пропорции спинки и полочки, вот так. Делаем рассечки, пишем, что это плечевой шов, это середина полочки, это середина спинки и еще один плечевой шов. Убираем слепокие иголки и ура, мы закончили полочка спинка, рукав и планка горловины. Я очень надеюсь, что я сумела донести до вас эту информацию, у меня это получилось. Я надеюсь, что вы все поняли. И в следующем видео мы увидимся с вами и будем работать нелегалами дальше. Нет. Ты куда? Это что такое? Это что такое? Ольдай, ольдай. Ольдай. Няааа